Делать все смотрел, как-то Тарануха поехал в центр Бандерштата. Значит, я испанский летчик. Если там надо к вот этому отказу, к этому отношусь ровно, адекватно и нормально. Я нанимаю таких обученных, что приедут, просто порвут. Антифриза здесь нет. Мятины есть по всей крыше. Я антикоррупционер. Не пробивается. 2 миллиметра. Потому что там пидорас на пидорасе пидорасом погоняет. Ну, то, что оно тут не впилено было. Это крыло крашено. Дверь крашена. Подтекает форсуночка. Друзья, всем привет. Сегодня очередная подборка трешника. Причем трешника после фильтра, назовем это так. Потому что поехать наснимать откровенного трешника в Украине просто легче легкого. Выбираем любой. 8 из 10 автомобилей будут не очень. Мы эти машины отсеиваем. Мы смотрим по разным базам данных. Мы понимаем, на что нужно уже ехать, смотреть, для того, чтобы этой херни с нами не случилось. Но, тем не менее, мы понимаем, что есть люди порядочные, есть люди непорядочные. И вот в этой связке, когда мы просмотрели все автомобили, и человек понимает, что он может пропетлять. Потому что, если кто-то другой, такой же куконный, приедет и посмотрит на этот машин, перед тем, как он посмотрит на все базы данных, то он поймет о том, что этот автомобиль может быть хорошим. Если вообще понятно, что я сказал. Так вот, мы просмотрели машины по разным базам данных. Мы понимаем, что эта машина не была в ДТП. Мы понимаем, что у нее не было никаких залетов, по крайней мере, замеченных в интернете. И поэтому, если человек честный, есть большая доля вероятности того, что эта машина может быть хорошей. Начнем с Хонды ЦРВ. Машина 2014 года интересна и примечательна тем, что заявлено у нее 56 тысяч оригинального пробега. Есть документы на то, что менялось лобовое стекло, подкрашивался передний бампер, причем это делалось, хрен знает когда, еще немцы в Германии. И вот интересна еще машина тем, примечательна, что она идет практически по максимальной цене. Вот дороже была еще одна Хонда, причем во всей Украине. Это была вторая на почетном пьедестале самой завышенной цены идеального автомобиля. А так ли это? Ну, давайте посмотрим. Если в очередь минут 30-40 подъеду, нормально так будет? Да, конечно. Так, Хонда ЦРВ. Шутки фара перепаковывалась, правая зазоры не на месте, стоят. Накладка тоже не на месте, она вся волнистая. В таком состоянии. Значит, телевизор вон арестовался, здесь вот шов не заводской, раз, вот шов второй, вот здесь стакан, а не заводской. Вот здесь вот, на лонжероне тоже не заводской, на полке. Входу тянули стакан. Капот отнимался, отнимался не здесь, но здесь тоже как бы крутился один болт, этот не крутился. Крутили вот там, внутри капот красился. 220-230. В принципе, без шпаклевки, 85. Поменяли. Так, здесь тоже не по зазорам стоит решетка декоративная. Здесь, как бы, все нормально, все хорошо. С пара с левой стороны тоже не стоит, все зазорен. Короче, тут мрачненько. Так, здесь накладка тоже не стоит на месте. Крыло покрасила. 1804 без поклевки. Крыло стоит, нет зазор, стойки. Лобовое 20-го года. По стойке все хорошо, по крыше тоже все хорошо. Зеркали заднего вида. Вот, видно, что клипсы торчат на переднем левом крыле. Дверь все хорошо, не красилось. Все отлично. Салону по-хорошему его по химчистить, есть пятна. Руль вопросов нету в проеме. Все хорошо здесь, немножко не стоит в зазоре. Накладка, когда снимали. Клеили лобовое стекло, не защелкнули правильно, не поставили в месте. Также вот щель, есть такая, не щель. Топотуда не ложится нормально на стужок, соответственно, туда попадает вода. Куда она дальше девается, неизвестно. Здесь все хорошо, бампер не стоит на месте со стопом. Как бы он выпирает, утопленный. Походу он красился. Задняя крышка не красилась. Есть вот такой вот щёс на ручке, на пластике. Так, здесь тоже крышка не отнималась. По верху здесь, ну, есть такие прочесы, но это не критично. Задняя крыла, все хорошо. Здесь как бы стоит все нормально. Так, здесь тоже есть такие вот царапины. И по... Это от ремня, это от ног накладки. Это нормальное явление. Здесь все хорошо. Задняя накладка тоже не стоит на месте. По проему все хорошо. Передняя дверь подкрашивалась. 190, 280, 180, 205. Ремонтировали эту полку. Ну, я ее не рекомендую, эту машину. Так, и передняя крышка здесь тоже, она сопливит. Телефон туда не долезет, но она сопливит. Есть у нас очень хороший, шикарный разговор нашего технического специалиста. Сразу же после осмотра с заказчиком, который, в принципе, и попросил осмотреть этот автомобиль. И при этом он предупреждал, что приедут технические специалисты. И если же все, в общем, слушаем. И да, уберите детей. Мы как бы сделаем все максимально, чтобы можно было послушать. Но наши дети, даже если они юные, они далеко не идиоты. И все прекрасно понимают, насколько эмоционально наш заказчик отзывался об этом. Человеке, который продает автомобиль. Назовем его так. Алло. Алло, Григорий, доброе утро. Доброе. Компания «Один авто». Сергей, удобно? Конечно. Чудо-чудо будет, нет? Нет, нет. Она получила в морду хорошо. Сука, ну не пи***. Там пи*** на пи*** и пи***ом погоняет. Я вот сейчас смотрел, как-то Тарануха поехал в Ивано-Франковск. Ну скажи, что да, отбитая, ну цена из-за этого такая. Ну приезжай, смотри, ну тварюка, б***, что-то переспросил. Говорю, б***, нормальные хлопцы приедут. Они родились в машине, нахуй, они, б***. Им смотреть не надо, он просто пощупает и скажет, что с ней было. Нет, там все в огнях все, еб*** и в рост. А как на авторео написать, что это пи***, б***, сильнее, чем тротки в квадрате, б***. Все, Сереж, спасибо. И так, друзья, увы и ах, заявлена машина просто перфекто, вверх рынка, идеальная, вот просто мечта, а не машина. А по факту мы имеем очередной биток, и который даже не очень хорошо скрыли следы. Но на данный момент выхода этого видео, эта машина уже продана. И какой-то человек ее себе приобрел, и он наверняка свято верит о том, что эта машина не битая. Но это уже другая история. Дальше у нас на очереди Kia Mahao. Это заявка долгоиграющая. Ну, как долгоиграющая? У человека бюджет 18, нужно найти машину идеальную, с учетом того, что, во-первых, этих машин очень мало на рынке, во-вторых, они такие очень-не очень. И это как раз вот тот случай, когда мы обещаем, что мы посмотрим все 10 автомобилей лучшие, которые найдем, которые будут появляться периодически. Но один из таких автомобилей стал героем нашего сюжета. В общем, по заявлениям продавца, эта машина имеет всего лишь там, по-моему, два косметических подкраса. Всегда, всю жизнь, эта всю дорогу машина обслуживалась только на официале. И машина лучше не найдешь. Ну, разве что, если она сойдет с конвейера, и то можно поспорить, потому что там стоит куча допов, всего остального. В общем, как всегда, заявлено выше крыши, моя машина лучшая, я впереди планеты всей, и... 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 смотрим. Приехал смотреть Киево Махав. Вот эта крылышка у меня немножко красилась. Это дверка. 267, 180, 180, 208, 165. Это без поклевки. 145, 156, 155. Вот ее заводской слой, там, 120, 113. То есть, эти части не красились. 272, 270, 322, 370. Лобовая китайская, уже с трещиной. 335, 600, 90, 700. Тут, тут, видишь, поклевка. Тут не пробивается. 2 миллиметра. Не пробивается. Миллиметр. Это крыло заднее. У нее сбилось, красилось, поклевалось. Стоит возле елок. На место надо тут будет пластмасс какую-то направляюку менять. Тут также фара также не на месте. Получается, вот в этом, вот этой части, есть поклевка. И здесь, как видим, тоже мимо. Потому что заявлено, что есть косметические подкрасы. По факту имеем полностью окрашенный элемент. И причем даже не один. А заднему левому крылу досталось так, что, ладно, был бы у нее хотя бы качественный ремонт. Но здесь мы видим то, что аж потрескалась шпаклевка. В общем, этот автомобиль мы не рекомендовали. Потому как, ну, нельзя такое рекомендовать практически по верху рынка. Далее у нас на очереди Hyundai Santa Fe. И да, опять по верху рынка. Здесь мы этот автомобиль рассматриваем в рамках разового осмотра. Разовый осмотр это когда человек нам уже видит, понимает, что машина хорошая, машина классная. И нужно только удостовериться в техническом ее состоянии. По заявлению продавца, сейчас я его процитирую, авто очень ухоженное, в прекраснейшем техническом состоянии. Так вот, так ли это? Посмотрите короткий отрывок с осмотра. И напишите в комментариях, согласны вы вообще с тем, что этот автомобиль хороший. Ну, или же у нас, как всегда, не зря этот автомобиль попал, ну, я не могу это назвать, хит-парадом. Хотя хит-парад декабря трешняка компании 1Авто. Ну, может быть. Санта-Фе, значит, что мы имеем? Имеем решетку полива уже. Радиатор в более-менее нормальном состоянии. Фара не родная, правая заменена была. Течет, надо смотреть, либо патрубок, либо радиатор течет. Антифриза здесь нет в бачке расширительном. Весь мотор, много запотеваний есть по всем сторонам, по верху то, что я вижу. Значит, крыло это красилось, особо шпаклевочки нету. Стойка тоже красилась, правая. 190, 153, 164. Двери тоже вот по кромке эти красились. Есть мятинки, мятины есть по всей крыше. Как бы, если ее попробую поймать, но она вся волнистая, стойка. Крыло заднее тоже красилось. Шпаклевка 750, 400, 200. Следующая заявка имеем BMW, BMW X4. По заявленным словам, машина просто идеальнейшая. Прицепиться вот, ну, не к чему. Хотя, когда приехал наш парень, сразу же начинается. А возьми денег, расскажи, что хорошая машина. Ну, в общем, смотрим. Если нам надо к этому откат, и к этому отношусь ровно, адекватно и нормально. Нет, отката мне не надо. Мне надо показать свою работу. Вот крыло, которое окрашено. Отблагодаря от собой и стороне, я думаю, что вам не будет. Я антикоррупционер. Спасибо. Антикоррупции нет никакого. А где ее окрасили, вы не знаете. А вот за период владения, сколько она у вас, что-то делали такое? В общем, ничего не делали. Ну, масла там не отберите для этого. 506. В этом проеме тоже есть, да, номер вин-кода? Да. Ее вообще никто не открывает. Она аж залипла. Да, и здесь дополнительно нанесен вин-код. Только здесь как-то аккуратнее сделали, чем с той стороны. Прямо аж краска сорвана. Наверняка делаем. Гвоздями выбивали. За капот вам ничего не говорили? Нет. Нет? Здесь капот тоже крашены. Рык не крашены, ничего не говорили. Так, чуть-чуть подкапотного пространства. Это вот крыло кручено. То крыло тоже кручено. Подогнутый лонжерон автомобиль получал по морде. Здесь, отсюда, телефоном не покажу, но здесь тоже есть деформированный лонжерон. Поэтому, кстати, та фара тоже не от нее. Как сказал наш технический специалист Сергей, это хлам. Согласны? Друзья, по статистике, самые неухоженные автомобили это у работяг. Почему так? Потому что они на них не задницу возят, они на них работают. Они на них перевозят грузы, они на них перевозят инструменты. Они их ремонтируют своими руками. И да, они хотят по итогу продать, как все нормальные люди хотят продать машину подороже. Но почему-то... В общем, смотрим. Не буду забегать наперед. Смотрим. Кас-кай. 2 плюс. 7-местный. Дизельный 2, 2-литровый. Болтается. Здесь такая царапина некрасивая. Вообще, вся машина поцарапанная. Очень много царапинок. Переднее сидение. Пассажирское. Неплохое. Ну да, да, да. Водительское, естественно. Поезды. Поломанный покрылок. Не хватает. Короче, поломанный. Тут вот... Дырка. Все на саморезиках. Здесь... Не стоит зазор. Ужас. Не, конечно. Это крыло крашено. Дверь крашена. Капот тоже крашен. И капот заменен. Какая-то грязная. Вот тут покоц. Вот она. Такие небольшие следы эксплуатации. Не могу уж при нем говорить. Нету заглушки. Грязный. Машина вообще засранная. Что капец. Коробка дергается. Да, куча козырчик. Сайки. Багазничек. Эта планочка. Примятость. С царапиной. На саморезике так. Ряд сидений. Новенький. На нем никто. Никогда. Не сидел. На заднем ряду. Так. Тут багажник не снимался. Сарапинки. 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 Тут пластик нормально сидит. Да, да. Тут ломаный кусочек. На стаме. Пошкарбан. Зеркальце. Друзья, то, что я имел ввиду, автомобиль ремонтировался своими руками. Да, я имел ввиду, то, что он ремонтировался строительными саморезами с эпицентра. Вот все, что у него отваливается, все нужно прикрутить срочно на саморезы с эпицентра. И вот то, что спереди стоит летняя резина, задняя зимняя резина стоит нормально. Вроде бы тоже нормально у этого автомобиля. Но почему-то этот человек не одевает на правую ногу зимний ботинок, а на левую летний кроссовок. Хотя для машины считают, что это нормально. Ну, в общем, друзья, этот автомобиль, он очень сильно переоценен. И, честно говоря, он очень неухожен. Друзья, на момент выхода вот этого видео все автомобили, кроме одного, уже проданы. И как вы думаете, новые владельцы в курсе о реальном состоянии своих автомобилях? Или же дальше в розовых очках бороздят просторы нашей необъятной родины с большой улыбкой на лице? Ну, это сарказм был, но тем не менее. В комментариях очень часто пишут, что вы придираетесь к автомобилям. И понятное дело, что машина может быть подкрашена. И понятное дело, что попавший автомобиль в ДТП и хорошо отремонтированный, это не всегда приговор. Но беда заключается в другом, друзья. Я не против хорошего качества ремонта. Тем более, если целостность кузова не нарушена. Я против того, чтобы эти автомобили фигачили, блин, по потолку рынка. И рассказали о том, что они не битые, не крашеные машины, идеальные всякое такое. Я против этого. Но в реальности мы каждый день видим, как эти автомобили марафетят, продают на дурака. И в дураках, к сожалению, остается лишь только покупатель нового автомобиля. Видео следующее. Оно не то, чтобы трешняковое, но очень интересное. В общем, впервые за 8 лет к нам пришла претензия, что мы плохо относимся к своей работе. Основанная на внимании. Мы говорим, автомобиль нехороший. Парень едет после этого на официал. И на официале говорят, вау, машина просто перфекто. С этим, блин, это лучшее, что могло бы быть вообще в истории Volkswagen. Короче, они говорят, эта машина очень хорошая. Мы при этом заворачиваем. Заворачиваем этот автомобиль обоснованно. Но давайте сначала все поэтапно. Сначала смотрим автомобиль, который в идеальном состоянии. Вся история у него на сервисе. Абсолютно вся. Действительно история вся. Машина не битая, машина не крашеная, машина идеальная. Смотрим. Что, заведете? Да. Так скажете, когда? Да, прям сейчас. Вот эта пробка. Цвет. Готовы? Желтый, да. Не очень хорошо. Хорошо? Да. Подтекает форсуночка, да. На турбине мысли, то, что поверх. Так а что там с этим? Ну, то... Когда-то, типа, возможно... Пузырьков нет. Ну, это не очень хорошие показатели. Либо перегрев. Слишком горячий. То охлаждающий. Жидкоши такого цвета. Ну, херен знает. Может, поездки было. Ну, потом и спросил, не клинило ли там термостат. По фарам, да, можно дать 260 тысяч, да? Да, в радиаторах. Я хочу либо поменять, либо почистить в марте. Я хотел бы. Там все вот эти перегородки, все загнутые. Ну, у этих сеток ничего такого не стояло. Она много ездила по вишневому там уже. Да, сетки надо. Ну, не сова шутка. Ну, или говорят, что воздушный поток он режет. Хорошо. О, вы ее достали. Это она у меня в поездке упала, бля. Бля, хамуха, не остается собака. Я думал, как ее достать. Я не знал, что ее оттуда можно достать. Ну, на подъемнике надо. Новая резина. Берет новый, зад, еще старый. Тормозные колодки, диски. Надо будет менять вместе, когда колодки придется. Здесь туда срезала, сейчас не будет. Да. Я просто сюда ее кинул. Ее дилер сюда положил. Я потом один раз открываю, где она. А, она там лежит. И да, везде нолики. Все, все окошко. А, конец декабря, 10-го года. Декабрь? Декабрь, ноябрь. Что-то такое. Здесь воздулась. На, опять же. Здесь еще отпущивается на пороге и на крыле. Ну, может, из-за того, что это стоит. Ага. Они, конечно, бесят. Конечно. Восьмой месяц, 10-го года. А фара, 9-й месяц, 10-го года. Поддувалась арка. Вы про арку или про порог? Про арку. Здесь вот потеки лаг. Да, я знаю там. Это я видел. Ну, здесь типа. Ну, типа лежит. Тут не скрывают, что было время. А это подкрашивали. Оба порога... Перепылся, да? Да нет, это не перепыл. Ну, и барашек же так нанесли. Ну, это типа специально делал, батюш, чтобы не гнилый. В общем, пороги были, скорее всего, подмятые. То там, то сям. Может, мелкие, да. Может, его выводили. Хер его знает. Ну, то, что оно тут не впилено было. Пороги и внутри крашены. Чуть-чуть бампер не стоит. Ну, чуть-чуть. Сзади хорошие колодки. Диски. 50 на 50. Все замовили на болты. Натер его. С той стороны в два раза засильнее. Тоже 8 месяц. Здесь тоже все замовили. Видно, сколько пыли. Видно, покрашено. Не из пластика, по каким-то родам. Видно даже как разноцветность краски на пороге. Что это, 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 по-моему-то. Нету. Саживала. Там все очень грязно, как в выхлопе. Здесь что-то делали, да, что лак потрескался. Ну, я здесь ничего не делаю. Ну, сами смотрите, я, по крайней мере, ничего такого не знаю. А теперь поясняю по видео, значит, почему мы завернули. Первое, это то, что форсунка, одна из четырех, она переливает. То есть, она уже на грани ремонта. А ценник автомобиля практически максимальный. Второе, заявлено, что машина не крашеная. Мы имеем крашеные шпаклеванные пороги. Да, бывает беда, да, это не страшно. Но оно уже деланное. И самое основное, на официале делался 5 раз. Коробка передач, да, там сухой DSG. Да, все это понятно, что он часто делается. Но сам мехатроник стоит с бэушного автомобиля, у которого пробег уже 655 тысяч километров. То есть, там стоит бэушная запчасть, поставленная по официальной версии на официале. Документы есть о том, что там поставлено, но поставлено новое. Как там оказалась бэушная часть, непонятно. Учитывая все вот эти факторы и высокий ценник, мы не рекомендуем этот автомобиль по этой цене, потому что, потому что, откровенно, это дорого. Мы честно рассказали, что, где, почему и как. И вот к нам претензия о том, что мы завернули хороший автомобиль. Ну, раз он хороший, значит, я испанский летчик. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok